Ребята, привет! Катя на связи. Ой, по-моему, чего-то не хватает. Ах да, у меня же есть теперь освещение, и я могу снимать вам видео в любое время суток. Кстати говоря, сейчас на часах, по-моему, 9 часов вечера, но это не мешает мне записывать видео. А когда я куплю Octobox, я смогу сделать его более рассеющим, будет еще более классно. Но это видео не об этом. Возвращаемся к теме. Итак, я вернулась из отпуска, крайнего отпуска в этом году, так что больше перерывов видео не планируется до конца этого года уж точно. И вернулась я не просто так, а отдохнувшая, немножечко еще и загорелая, прохожая на меня все еще оборачивается, но тут уже ничего не поделаешь. Африканский загар, он такой немножечко коричневый. Так вот, вернулась я с новыми силами, идеями, желаниями, и скоро будет куча много классных новых видео на канале. И мне хотелось об этом вам сказать лично, глядя в камеру, а не то, как это было на семидневке, когда были видны только ручки. Но и не только об этом, а я хотела еще вам отчитаться за 30-ю привычку, в которой я вам рассказывала о массаже. Да, не просто 30-ю привычку, вдруг вы первый раз на канале, а 30-ю привычку из моего эксперимента. Одна привычка в неделю от Брэд Блюмента, либо 52 привычки за год. Ссылки, как всегда, в описании вот здесь, где-то наверху, если вы первый раз смотрите это видео. Я же побежала вам отчитываться. Тут, кстати говоря, у многих из вас должен быть резонный вопрос, а за что отчитываться Кате, ведь не было плана на внедрение. Совершенно верно, я не планировала внедрять эту привычку, у меня не было плана на внедрение, и отчет не подразумевался, что я буду его снимать. Но, приехав из отпуска, я решила все-таки записать вам коротенькое видео. Во-первых, я соскучилась по съемке, глядя на камеру в объектив, мне хотелось с вами пообщаться вживую, опять же, не только ручками, как я уже об этом говорила, а до следующего видео, где я буду снимать, сидя перед камерой еще несколько дней, а мне прям не терпелось. Это первая причина. Вторая причина в плане на эту привычку, когда я вам о ней рассказывала, я упомянула, что я запланировала себе массаж, добавить привычку массаж со своим любимым колечным ковриком в волшебное утро и волшебный вечер, у меня были такие планы. И поскольку, приехав из отпуска, я решила все-таки планом таким быть и добавила соответствующие колонки, я хотела вам показать эти развороты, как что я заполнею, отчитаться, что все-таки это была не просто идея, а идея, которая в итоге реализовалась. Коврик добавил, соответственно, в утренний ритуал и в вечерний ритуал. Как вы помните, он необязательный. И по желанию, если я чувствую, что ноги у меня гудят, либо вечером не могу уснуть, либо утром проснулась, а ноги все еще гудят. Кстати, это бывает довольно часто, к сожалению, у бегунов, не знаю, как у всех остальных, а у меня, если накануне была длительная, либо сильная такая тяжелая работа на стадионе, то утром я просыпаюсь даже за полчаса до будильника с ноющими ногами и стопами, и только коврик способен меня привести в чувство, иначе мне прям даже невозможно сползти с кровати, уже очень они болят. И не только ноги, если спина, шея, голова, иногда, кстати, вечером и после работы тоже голова гудит, и только коврик способен как-то утихомирить мой мозг и подготовить меня ко сну. В общем, в любой непонятной ситуации все летят в Питер, а я ложусь на свой любимый колючий коврик и закрашиваю те дни, когда я на нем лежала. Я собираю, как говорится, статистику, не более того, колонка не обязательная, нет никакого желания лежать каждый день, через день еще какой-то график, ничего. Просто статистика, проверять, смотреть, сколько я использую, как часто я лежу, и в целом не забывать, то есть ловить себя на такие инсайты внутренние, что если я чувствую, что ноги гудят, то посмотреть стоит уже более журнал, как давно я лежала на коврике. Если это было неделю назад у Кати, ну кого тут обвинять в том, что у тебя все разваливается, ты себя чувствуешь 90-летней старушенцей, пора ложиться на коврик. А третья причина приехать из отпуска, я намела небольшой порядок в комнате и нашла два классных еще других массажера, о которых я хотела вам немножечко рассказать и показать, и вдруг вам станет интересно, что это такое. Первый вот такой вот большой, а второй мне бы его найти, вот, он такой поменьше. Что это такое? Начнем с самого длинного. Это массажный ролл, я его купила, как только начала бегать, мне его посоветовал тренер. Я, насколько знаю, его используют не только бегуны, не только спортсмены, но и простые смертные люди, которые никак не связаны со спортом. Они бывают гладкие, у меня вот он немножко шипастый, то есть вот тут такая ребристая поверхность. Бывают совершенно гладкие, бывают еще более шипастые даже, чем мой. И способ его использовать наложиться либо спиной, либо ногами, либо руками и фактически катать вот так вот телом. То есть тем самым разминайте мышцы, забитые мышцы, разгоняйте кровь. Мне помогает это пораскатывать большую берцовую мышцу, вот самую-самую большую, которая съедает очень много кислорода во время бега. И она самая такая натружена, и очень тяжело размассажировать руками. То есть там нужно очень сильные такие руки, мне всегда говорят массажист. И проще вот ее начать немножко раскатывать, чтобы хотя бы смягчить, и было массажисту проще до нее добраться. Вот, вот такой вот классный валик есть. Как я вам уже говорила, а если нет, то скажу сейчас, я его называю зверюгой, потому что чем более он шипастый, тем очень больно на нем лежать. Особенно если ноги забиты, мне требуется большая такая весистая сила воли, чтобы решиться начать его катать. Я предпочитаю все-таки колючий коврик, он менее болезненный. Вот эта зверюга проще даже в планке пойти отстоять 10 минут, чем ее раскатывать. Но если тренер просит, я все-таки его катаю. А второй маленький, я его привезла из Финляндии. Мне нравится тем, что он у меня такой отпускной, командировочный. Он довольно легкий, не тяжелый. Если вот этот громоздкий, ты с собой ни в какую повестку, ни в чемодан не положишь, то вот этот я беру и в командировке, и в отпуск. И можно на работу взять сумки, и им я раскатываю либо стопы, фактически на работе просто на нем стою и катаю себе в поверхность, внутреннюю поверхность стопы, либо же я точечно катаю возле стены, прислоняю бедро и раскатываю бедро, вот именно большую эту перцовую мышцу, если она совсем забита. Он меня спасает в тех случаях, когда нет с собой массажного коврика, нет большого ролла, поскольку они никуда не помещаются, а это можно взять в любую. Даже там, не знаю, если идешь в кафе куда-то с друзьями, где-то что-то встречается, всегда его забрасываю в сумку, снимая обувь любой возможности, и начинаю раскатывать. Мне не важно мнение окружающих, мне важно, чтобы у меня не болели ноги. Вот, это второй такой классный зверек-ежик. У него, кстати, название ежик. Если у этого зверюга, то у этого более доброе, поскольку хоть он и шипастый, но он менее болезненный. Вот и все на сегодня, больше мне вам рассказать нечего. Мне хотелось вам улыбнуться, с вами поздороваться, сказать, что видео точно будет продолжаться. Если вы вдруг по мне соскучились, чтобы вы могли меня лицезреть раньше, чем выйдет видео по плану, где я буду присутствовать в кадре, ну и в целом я просто соскучилась на самом-то деле по каналу, и хотелось как можно быстрее что-нибудь классное заснять и начать болтать на камеру. Вот, больше вроде как ни одной мысли у меня классной нету. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Если, не знаю, внедряли вы привычку или нет, кстати говоря, напишите в комментариях, делали что-то вы по массажу или нет. Если ничего не делали, то просто можете написать в комментариях, оставить мне что-нибудь классное, здоровое, я буду знать, что вы там тоже живы, тоже меня смотрите и тоже меня ждали. Я убежала вам монтировать видео, я надеюсь, что он выйдет все-таки до 12 часов ночи сегодня, сейчас уже 9.20, но сегодня будет такой экспресс-монтаж, и очень хочу его выпустить все-таки до полуночи, поэтому убежала, как всегда, спасать мир. Не скучайте, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok